Всем привет! С вами Сергей, эксперт компании KnowHow. Ну что, уже отрепетировали безразличное? Ну, мне и 5s пока достаточно. Apple начали продажу своего нового устройства iPhone Special Edition, сокращенно SE. Это, конечно, не флагман, но в мире уже наблюдается бум-продаж. И сегодня я сравню с ближайшими братьями. 5s, от которого он наследовал дизайн, и 6s, имеющий идентичную начинку. На мой взгляд, это идеальное сочетание, как блинчики с икрой или масло с хлебом. Масло вкусное, молочное. Я ради масла с хлебом готова на все. Я даже готова на вырубство либо хлеб с маслом. Дизайн, как вы уже поняли, идентичен пятерке. Разве что 4-дюймовый экран немного выпирает. По толщине как 5s с защитным стеклом. Кнопки и разъемы все там же и все те же. Регулировка громкости, включение-выключение звука, лайтнинг и миниджек. А вот кнопку питания могли бы уже перенести под большой палец, как это сделано в 6-й серии. Ну и, конечно, главный плюс этого смартфона – возможность управлять одним пальцем руки. Как и завещал нам Стив Джобс. Думаю, в iRyu сейчас нехилая вечеринка. Начнем с дисплея. Он точная копия пятерки. То есть это ретина с разрешением 1136х640 и плотностью пикселей 326х2. У 6s в этом плане точно такие же показатели. Различия здесь в контрастности, наличие у 6s технологии 3D Touch, ну и угол обзора у 6-ки должен быть побольше. Но, если честно, это не сильно заметно. Начинка здесь полностью повторяет 6s, процессор A9 лучший в линейке от Apple, а также сопроцессор M9, который отвечает за датчики акселерометр, гироскоп, компас. Также у SE 2 гигабайта оперативной памяти. Это в 2 раза больше, чем у 5-й модели. Тест в Antutu показал нам, что производительность не сильно уступает 6s и превосходит 5s в 2 раза. Для наглядности запустим World of Tanks Blitz на трех устройствах одновременно. Ну что, как мы видим, 6s справляется первым. За ним с незначительной задержкой идет SE и последним к финишу переходит 5s. Камера здесь EyeSight на 12 мегапикселей. Точно такая же, как у 6s. А вот на селфи-камеру производители поскупились. Может быть, просто не хватило толщины корпуса. Но снимки при этом яркие и сочные, особенно при дневном освещении. Плюс у SE появилась функция вспышки экрана. А вот еще одна интересная фишка под названием Live Photo. Это особый режим фотографии и нечто вроде GIF. При непродолжительном нажатии фотография оживает и начинает двигаться. Вот за что я люблю iPhone, так это за режим видеосъемки. Тут тебе и 4K, и запись в режиме замедленного времени с частотой 240 кадров в секунду. И ускоренная съемка. Автоматическая стабилизация. Следящий автофокус. Возможность съемки фото во время записи видео. Распознавание лиц. Ну короче, камера здесь крутая, уж поверьте. SE работает на iOS 9.3. Она имеет несколько ключевых отличий от восьмерки. Сниженное энергопотребление за счет оптимизации работы дисплея. Автоматическое переподключение с Wi-Fi на LTE, если трафика будет не хватать. И возможность залочить заметки отпечатком пальца. А также повышенная защита ваших данных. Но больше всего меня радует новый режим Night Shift. Когда мы его включаем, свет становится приглушенней, а цвета теплее. По словам разработчиков, это улучшает ваше засыпание перед сном. И не нарушает циркадный ритм. Это такие биохимические процессы, благодаря которым мы определяем день и ночь. В общем, самое то для любителей серфить перед сном. Стоит упомянуть обновленную помощницу Siri. Она теперь может работать как напоминалка. Для этого достаточно просто сказать. Привет, Siri. Напомни мне поговорить с экспертом ноу-хау через 2 часа. Комплектация тут вполне привычная. Наушники AirPods, Lightning кабель и сетевой адаптер. И вот хорошая новость для владельцев пятерок. Все, 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 даже самые китайские аксессуары подходят для SE. А если вам надоели чехлы и бамперы, то в магазине ноу-хау вы сможете сделать специальное защитное сменное карбоновое покрытие. Картинка может быть любая. Фотография, мем, карта метро или даже шпаргалка. А на экран советую наклеить специальное защитное закаленное стекло. Мы используем его от фирмы Onext. Ему не страшны не то, что ключи вашей сумки, но и прямые режущие удары, например, ножницами или лезвием. В общем, сбылась мечта Росомахи, а также всех собак и котов любителей погрызть хозяйские айфоны. Да и друзья, с нестриженными ногтями теперь тоже не проблема. Ну, я доволен честно скажу. Удачный дизайн 5S плюс продуктивность 6S – это на грани с гениальностью. Правда, в игры играть не очень удобно на 4-дюймовом дисплее. Но зато в повседневной жизни и быту SE равных точно нет. Уверен, огромное количество пользователей, разочаровавшихся в лопатах, вернется обратно к Apple. Узнать о нем более подробно поможет ссылка под этим видео. Или лично приходите в магазин KnowHow. Наши эксперты всегда вам помогут в настройках и эксплуатации. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!